На 1 месяц, на 30 дней, то тогда вам необходимо получить визу. Виза поставится в аэропорту по прилете в международном аэропорту города Ден-Пасар сроком на 1 месяц и дается право продления еще на 1 раз. Стоимость этой визы 35 долларов. В этот момент, поскольку сейчас у нас отменили въезд, да, вот по этой визе раньше он был обязательно на 35 долларов, то сейчас россияне могут не платить, но здесь очень тонкий момент. Вы когда будете влетать в Индонезию, у вас могут спрашивать, что вам не нужна виза, проходите, пожалуйста, дальше, да, и не возьмутся у вас эти деньги. Пожалуйста, убедитесь заранее, что вам поставили штампик с визой именно на 35 долларов, потому что если не поставите, да, вы будете невнимательны, пропустите этот момент, просто-напросто вы не сможете въехать в страну, ну, въехать не сможете, пройдить не сможете. Поэтому если вы планируете путешествие сроком 2 месяца, сразу проверяйте этот важный пункт, чтобы вам поставили визу с правом продления. Если вы из Беларуси, то вам поставят визу в аэропорту по прибытию, стоимость будет стоить также 35 долларов. Если вы являетесь гражданами Украины или Казахстана, то здесь вам нужно необходимо получать визу заранее. Тут у вас есть выбор, либо вы можете получить в консульстве родной страны, но сейчас я знаю, что в Украине такие проблемы существуют, что визу либо отказы дают, либо на короткий срок пребывания, поэтому, возможно, имеет смысл получить за границей, где-то в Таиланде, Малайзии, России, например, можно это сделать. Чаще всего наши ребята практикуют получение визы в Малайзии, в городе Кот-Кинобалу, либо Куала-Лумпуру. Ну, мы обычно продлеваем в Кот-Кинобалу и рекомендуем туда лететь, там вообще без проблем нужно будет собрать элементарный пакет документов, и можно получить социальную визу уже на сроком 6 месяцев пребывания. Поэтому, если вы являетесь гражданами Украины и Казахстана, то позаботьтесь о своей визе заранее. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы по визам, вы можете задавать их сразу в ходе нашего общения, будем разбирать. Да, петухи красиво поют, это, кстати, наверное, одно из самых ярких впечатлений первых, когда ты приезжаешь на баню, у тебя кругом петухи. Сначала ты не можешь спать, но потом они становятся неотъемлемой частью твоей жизни. Вот, поэтому петухи, да, они красиво поют. Так, далее я вам сейчас хочу рассказать про документы, которые необходимы на паспортном контроле. То есть, этот список документов у вас могут запросить как при выезде из России, так и во время влета в Индонезию, либо в каком-то промежуточном пункте, да, например, у вас пересадка в Гонконг, где эти документы у вас тоже могут запросить. Почему их запрашивают? Сразу объясняю, чтобы не было никаких, ну, непонятных ситуаций и лишних вопросов. Авиакомпания несет полную ответственность за вас. Если вы у нее покупаете авиабилет и пользуетесь ее услугами, то она несет за вас полную ответственность, и если вы где-то не так оформили документы или у вас чего-то не хватает, то при въезде на Бали, да, в Индонезию вас просто могут депортировать. И депортирует вас за счет той авиакомпании, которая вас привезла на Бали. Поэтому компания, конечно, перестраховывается 10 раз, чтобы не рисковать и как-то финансовые риски свести к минимуму. Поэтому это, конечно же, загранпаспорт, про который мы с вами уже поговорили. Миграционная карта, обязательно к заполнению ее дают во время вашего полета в самолете. Там она идет, как правило, на английском языке, вы заполняете, как вас зовут, для чего вы приехали в Индонезию, как долго планируете провести время в Индонезии, где останавливаетесь, дата рождения. Ну, такие элементарные вопросы, там ничего сложного, то есть, в принципе, там не нужно даже знать английский язык, какие-то специальные требования, все легко, просто открываете свой загранпаспорт и оттуда все точь-в-точь переписываете. Далее, подтверждение брони отеля. Это не всегда запрашивают, но пограничные работники, да, они имеют право у вас запросить брони отеля, поэтому лучше ее сделать. Как сделать брони отеля, не платя за отель? Заходите на любой сайт, который занимается предоставлением гостиничных услуг, предоставлением какого-то сервиса туристического, ну, например, Booking.com, да, самый такой распространенный сайт, заходите, выбираете какой-то отель, либо гест-хаус, который предоставляет бесплатную отмену бронирования. Очень внимательно это проверьте, сделайте бронь этого отеля, распечатайте подтверждение, и когда вы прилетите на Бали, заходите в свой личный кабинет на Booking.com и просто отменяете эту отмену, отменяете это бронирование. Это важный момент, чтобы отменить, потому что иногда бывают такие условия бронирования, что нужно будет оплачивать, если вы не отмените свое время на эту бронь, то у вас придет счет, или деньги автоматически спишутся с карты, поэтому не забудьте отменить вот эту фейковую бронь. Далее, обратный билет из Индонезии, либо его еще называют фейковый билет. Это очень важно для тех, кто планирует прилететь в Индонезию без обратного билета, да, как говорится, ванной тикет, на долгий срок. Кстати, у нас, ребята, есть сейчас такие, кто планирует прилететь на Бали с билетом в один конец. Напишите, пожалуйста, в чат, если вы планируете длительный срок пребывания. Жду ваши сообщения и расскажу о том, как оформить фейковый билет. И сейчас вам даже скину ссылочку на видео о том, как его сделать. Секундочку. Сейчас отправлю вам ссылку. Так. Пришла ссылка в чат? Итак, это видео о том, как оформить фейковый билет правильно. То есть за него платить ничего не нужно, то есть не переживайте даже. Вы заходите на определенный сайт, который указан в этом видео, вносите свои данные, выбираете страну и выбираете способ оплат наличными. И у вас будет брон держаться в течение определенного времени, вы просто переводите ее на английский язык с помощью тоже определенного сервиса, распечатываете, и вот он, ваш фейковый билет. Самое главное, все правильно и корректно оформить, прямо следуя по видео. Да, Виктория, это и для Украины тоже. То есть неважно, в какой стране вы проживаете, обратный билет могут запросить для граждан любой страны, неважно, Беларусь, Россия, Казахстан или Украина. Это для всех правила одинаковые. То есть самое главное, посмотрите видео прямо очень внимательно, чтобы у вас были выполнены все пункты согласно инструкции. И у вас будет на руках готовый фейковый билет, фейковая бронетель, иммиграционная карта, загранпаспорт, и вы уже, в принципе, смело можете лететь, никаких проблем у вас не возникнет. Вот, вы подготовили все документы, и самый, наверное, душесчипательный вопрос, который интересует многих ребят, где купить авиабилеты и как это сделать. Как мы покупаем авиабилеты? Существуют определенные сайты, авиагрегаторы. Самые популярные, это, конечно, Скайсканер, Мамонда, Озон, Авиасейлс. Вы можете покупать на них авиабилеты. Но есть еще вариант, он, в принципе, не всегда для всех хорош, но вот, например, я летала из Уланды на Бали несколько раз, для меня вот вариант с лоукостерами вообще был оптимален. То есть что вы делаете? Мы выбираем несколько авиакомпаний, например, S7, да, я захожу на ее сайт, в обход вот этих авиаагрегаторов, Скайсканер, например, забиваю данные, долетаю до Бангкока. А из Бангкока я захожу на сайт лоукостер Айрази, и оттуда покупаю авиабилет до Бали. И таким образом получается очень экономно, в пределах там 20-25 тысяч я летала туда и обратно. То есть смотрите разные стыковочные рейсы. Самые популярные лоукостеры это Айрази, Jetstar и Tiger Airways. Ну, самые, наверное, популярные, которые долетают до Бали, либо Джакарты. И можно очень такую вкусную цену найти, потому что у Айрази, например, недавно была распродажа, там все они билеты продавали с 50-процентной скидкой. Так, например, с Бали до Австралии можно, ну, пользуясь услугами от авиакомпании, долететь всего за 900 рублей. Ну, то есть цена действительно смешная, поэтому зайдите просто на этот сайт, оформите подписку, и вы будете получать, ну, информацию о самых таких вкусных, свежих предложениях. Лоукостеры действительно могут помочь сэкономить достаточно такую хорошую и значительную сумму в вашем путешествии. Сразу объясняю, почему у лоукостеров такая цена. Вы там отдельно доплачиваете за багажник, за питание, все топливные сборы, они оплачиваются отдельно, и за счет этого у вас получается такая цена. Вот. Далее, сейчас хочу рассказать вам про компании, которые летают с одной пересадкой. То есть есть у нас два типа путешественников, для которых важен комфорт, например, если вы летаете с детьми, то вам, наверное, нужен минимум, да? Да, Ольга, я скину список авиакомпаний чуть позже. Если вы летите, например, с детьми, и вам важен комфорт, то рекомендую сингапурские, тайские, катарские и гонконгские авиалинии, они летают с одной пересадкой. Это вам будет максимально удобно и комфортно. Но, ребят, пожалуйста, сразу отметьте, да, нужно понимать, что цена таких авиакомпаний, она значительно больше, нежели если вы будете выполнять рейс с теми компаниями, где несколько пересадок. Но наиболее популярные и недорогие рейсы выполняют авиакомпании, это Тихай, катарские авиалинии и Эмиратес, тоже очень хорошие, зарекомендовавшие себя компании, и они достаточно бюджетные, можно найти билет по вкусной цене. Сейчас еще расскажу несколько фишек, которыми рекомендую пользоваться, когда вы покупаете билет. Все вот эти сайты, авиагрикаторы, да, они устроены очень хитрым образом, чтобы выкачать с нами, у нас с вами как можно больше денег. Поэтому все эти поисковые системы, они запоминают наш запрос, и в следующий раз они будут выдавать билет дороже. Как это обойти? Либо заходите через режим инкогнута вашего браузера, да, чтобы ничего не запоминалось о ваших посещениях, либо чистите куки, обновляйте все свои страницы и смотрите авиабилеты. Потому что как только вы один раз забьете билет Москва-Бали, он у вас будет постоянно вылезать, и, ну, к сожалению, цена будет расти. Поэтому, ребят, чистите куки, заходите в режим инкогнута, это позволит сэкономить какую-то сумму. Вот, ну и в некоторых случаях, как я уже сказала, выгодно собирать ваш рейс самостоятельно, да, ну, это опять-таки не для всех, кому-то проще переплатить, да, ну, сразу зайти там на агрегатор, и у вас будет билет с одного конца в другой, а кому-то хочется сэкономить, да, и он готов потратить время, ресурсы на то, чтобы сделать маршрут, собрать его, покрупиться. Ну и, конечно, очень важный пункт путешествия – это страховка. Страховка на Бали. Я не хочу вас запугивать, ребята, но это крайне важно, потому что никто ни от чего не застрахован, да, все мы летим, конечно, самыми позитивными намерениями, что именно с нами, то уж, ну, никогда и ничего не случится. Но ситуации бывают разные, и поэтому будет, конечно, очень классно, если вы оформите страховку, страхуете свою жизнь, свое здоровье, потому что это все-таки Азия, другая страна, другая пища, плюс мотобайки, да, тоже определенная ответственность, которая может нанести ущерб вашему здоровью. Если у вас не будет страховки, то придется оплачивать учения самостоятельно, либо искать какие-то ходы, выходы. Ну, это всегда дороже, как правило, потому что, например, обслуживание в наших каких-то местных балийских клиниках для иностранцев ставит ценник очень большой. Мы, конечно, вам подскажем какие-то клиники, которые более дешевые, да, ими можно пользоваться, но в большинстве случаев, если у вас происходит что-то критичное, это будет очень дорого. Поэтому лучше позаботьтесь об этом заранее. Какие хорошие страховые компании? Вот у меня лично согласие, я вообще безумно люблю эту компанию, у нее все по высшему сервису, обслуживание и принимающая сторона отлично отрабатывает. Единственное, ее минус, да, она достаточно дорогая, то есть, чтобы оформить страховку на полгода, ну, порядка 20-25 тысяч рублей нужно будет заплатить, в зависимости от того, ну, какая у вас период страхования, какие вы услуги выбираете, страховку, например, для активных видов спорта. У Вероники вопрос. Международные страховые компании. Да, тут есть разные международные, и вот европейское еврострахование, я сейчас попозже про него расскажу, это тоже международная страховая компания, и, конечно, можно сделать в ней страховку. И, ребят, обязательно смотрите, принимающая сторона какая, например, вот социнтернешнл, если вы попадете на эту принимающую клинику, то вам вообще очень повезло, это, наверное, самая лучшая клиника, в которой я была за время своей двухлетней жизни на Бали. Ну, самой, знаете, постоянно что-то происходит, какие-то отравления, то падение с байка, поэтому я в больнице, и страховку уже захожу, как сидя домой, вот, и на моем опыте социнтернешнл, ну, это просто сказка какая-то. Вот. Есть Каши и Бу, да, клиника, тоже, в принципе, неплохая, но немножко уровень другой, поэтому смотрите, какая принимающая сторона, и можете мне написать уже личные сообщения ВКонтакте, я вам скажу, дам обратную связь по принимающей стороне, насколько она хороша, и можно ли доверять этой принимающей стороне. Также Ренессанс, Либерти наши путешественники очень часто выбирают, они очень хорошие, более бюджетные по сравнению с согласием. Вот на Ренессанс хорошие отзывы, лично я не сталкивалась, но в принципе ребята рассказывают, что довольны. Довольны все, по Либерти сразу скажу, цены у нее более бюджетные, чем у какой-либо компании, но там такой момент, если вы попадаете в какую-то страховую ситуацию, страховая будет очень долго отвечать. То есть у нас были такие ситуации, что человек в очень критичном состоянии, после аварии ему нужно делать операцию, а страховая просто не дает подтверждения. И больница его не принимает, поэтому у Либерти это слабая сторона, конечно, бывает, но в целом компания неплохая, если вот только один лимит, что долго очень тут подтверждение. Но согласие в этом плане все моментально. Если вы из Украины, я здесь тоже привела несколько страховых компаний, которые пользуются, ребята, кто прилетает к нам из Украины, это АХА страхование, Книжна и ТАСС. Ну, я как бы про украинские компании не могу сказать что-то, пользуясь личным опытом, но вот эту информацию, о которой я вам говорю, мы собирали по крупицам для ИЗУС, да, из отзывов наших ребят, и они рекомендовали, конечно, вот эти компании. Если вы из Казахстана, я здесь тоже привела несколько компаний, это Альянс Полис, Каскомерц Лайф, Стандарт Инсуренс. Ну, вот эти страховые компании рекомендовали себя для Казахстана. Также есть онлайн страхование, это ЕРВ страхование и Trip Insurance. Многие приезжают именно с этими страховыми, потому что это очень удобно, например, согласие нельзя оформить в режиме онлайн, а Trip Insurance, например, оформляется, ну, без проблем, и оно более бюджетное, например, если сравнивать с ЕРВ страхованием, с европейской страховой компанией. Вот я в чат скидываю ссылку, можете пройти, посмотреть. ЕРВ также можете закуглить, добить и пройти. То есть, ну, страховки вы выбираете под себя. Самое главное, обращайте внимание на такие моменты, если там такая штука, как открывать франшизу. Если есть, то не берите этот страховой полис, потому что, если у вас что-то случится, вы позвоните в страховую, а вам будет предложено доплатить, например, еще 50 долларов для того, чтобы вас приняли в клинике и начали обслуживать. Ну, это не очень удобно, поэтому проверяйте, чтобы не было никаких моментов с открытием франшизы, чтобы все это было включено в общую стоимость. Ребят, по страховке есть какие-то вопросы, замечания или дополнения? Вот. Но если по страховке никаких вопросов нет, то мы идем дальше. Что взять с собой на бале? Это тоже важный момент. Обязательно возьмите несколько банковских карт. Для чего это делается? Потому что могут быть такие ситуации, что одну банковскую карту, например, заблокировали. Вероника, цены на страховые компании или цены на что? На что цены? Если цены про страховую компанию, то согласие на полгода я оформляла за 25 тысяч рублей. Если Trip Insurance, там можно на месяц оформить за 3 тысячи рублей. Если вы, например, собираетесь заниматься активными какими-то видами спорта, вулканы, селсинг, дайвинг, то страховка будет стоить дороже, так как нужно будет оплачивать вот эти вот риски. Вот. Ну, то есть смотрите, заходите на разные сайты, а в зависимости от ваших пожеланий вы можете сформировать свой какой-то пакет. В зависимости от строка пребывания. Но в среднем это от 2 тысяч и там до больших сумм уже идет стоимость. И все зависит от того, какой пакет страхования вы выберете и на какой период вы застрахуетесь. Да, да, Елена, вы совершенно правильно заметили, нужно заходить на сайты страховых компаний, и как правило там есть онлайн-калькулятор. Вот, можно зайти и рассчитать уже от ваших каких-то потребностей. Единственное, что не все страховые предлагают купить онлайн-полис, но вот Trip Insurance и ERV, и там можно купить онлайн-полис, по-моему, в Liberty тоже можно. Просто вот вы выпишите эти компании, которые я говорила, и посмотрите на их сайтах. Обязательно страховка. Иван, ну, конечно, никто вас насильно принуждать не будет, да, но я очень рекомендую. Просто пользуюсь своим опытом, опытом путешественников. Если вы сделаете страховку, ну, 60% проблем, которые могут у вас случиться на Бали, вы просто закрываете. Вот, поэтому просто заботитесь о себе, оцените свою жизнь и здоровье. Я рекомендую сделать страховку. Ну, опять-таки, не все ее делают, это тоже опыт, я не могу его как-то умолять, да. Ну, я рекомендую сделать страховку. Отвечу так на ваши вопросы, Иван. Так, ну что, тогда возвращаемся к тому, что взять с собой. Несколько банковских карт. Обязательно возьмите, чтобы у вас была и виза, и мастер-карт. Если у вас есть карты разных банков, это вообще прекрасно, потому что, вот, у меня недавно была ситуация, у меня было три карты Сбербанка, и все не визы. Не знаю, зачем я столько карт Сбербанка охранила, когда ехала на Бали, летела. И так получается, что у меня Сбербанк попадает в блэк-лист, и я просто не могу обналичивать деньги в большинстве банкоматах острова. И что делать, да. Ну, благо, у меня была с собой еще Тинькофф, мастер-карты. Была карта, и я смогла пользоваться нормально, снимать, ну, в самых таких удобных для меня банкоматах, местах, деньги. Поэтому берите несколько банков. Очень рекомендую Тинькофф, Ситибанк. Классно себя зарекомендовали, минимальная комиссия, либо у Тинькоффа вообще нет комиссии за снятие денег. Поэтому очень рекомендую вот эти карты. Сбербанк тоже можно брать, но у меня в последнее время я им вообще не пользуюсь, потому что очень много каких-то проблем с этим блэк-листом. Почему не смогла обналичить? У меня тоже три карты. Ирина, вообще понимаю. То есть какая информация? Что Индонезия добавила российские банки некоторые в блэк-лист. То есть какой-то блэк-лист, который связан с чем-то там террористическими нападками, да, сейчас вот мировой террорный дремль, да, так сказать. И из-за этого внесли банки какие-то, видимо, ненадежные, на взгляд, Индонезии, хотя Сбербанк, ну, что-то ненадежное, на мой взгляд, конечно. Вот. Ну, внесли в блэк-лист. И поэтому можно снимать, но придется потратить время и немножко нервишки, да, потому что когда ты приезжаешь в один банкомат, банки не снимают, в другой приезжаешь, там какие-то ограниченные суммы. Можно снять, есть банкоматы, да. Я, когда, Ирина, ты прилетишь на остров, я все расскажу, покажу, как, где, что выгодно, какими банкоматами пользовались или не пользоваться, но если есть еще время для отлета, оформить Тинькофф. Она буквально в течение недели оформляется. Я вот летала в отпуск в Улан-Дэ в Россию летом, и там просто оформила Тинькофф, потому что у меня у меня уже было сложно работать, вот, поэтому у меня сейчас какая ситуация? У меня три визы Сбербанка и одна мастер-карт Тинькоффа. Поэтому берите разные международные системы, да, вот визы, мастер-карт, разные банки, потому что вдруг что-то случится с одним банком, ну, не проблема, у вас есть другая карта. Бывает такое, что банкоматы проглатывают карту, да, и что, тоже вопрос, пока вы ее вернете, а деньги нужны, кушать хочется, как говорится. Поэтому берите вторую карту, делайте, перестраховывайтесь. Напали в основном наличку расплачиваете? Ольга, можно расплачиваться наличкой, можно расплачиваться и по картам, то есть без проблем. Но единственное, что вот у меня со Сбербанком, как я уже говорила, были проблемы, и у меня его не принимали даже в магазинах, то есть не могла расплатиться по карте. Ну, и тут большой процент, если по карте расплачиваться, в некоторых магазинах, магазин берет за обслуживание карты 3,5% сверху. Вот здесь у нас есть такой магазин, ну, конечно, это не выгодно, проще снять. Желательно долларовые карты, Иван? Нет, не обязательно долларовые карты, то есть, в принципе, не важно, какая у вас валюта, вы когда ее вставляете в банкомат, у вас конвертация происходит автоматически, то есть у вас сразу будет, ну, выдавать в рубиях по актуальному курсу на день снятия. Плюс в зависимости от того, какая у вас карта, да, какая система, там будет сверху комиссия. Но комиссия, она, как правило, около 100 рублей. Так, Светлана спрашивает про аптечку. Аптечку точно нужно взять, но обязательно убирайте ее не вручную кладь, не вручную кладь, не вручную кладь, не в багаж. И, конечно, есть лекарства, которые нельзя провозить, либо можно провозить с разрешением врача, если у вас какое-то, ну, вот, особенное заболевание, которое требует не рекомендованного какого-то сопровождения, да, и поддержания, то да, возьмите, конечно, разрешение рецептов врача, и вы сможете взять, допустим, ингаляторы, да, какие-то у кого-то масло, что-то срочное нужно, то вы можете взять с собой вручную кладь эти лекарства. Ну, конечно, нельзя наркотические какие-то вещества без подтверждения врача, да, это нельзя к провозу, если жидкие какие-то лекарства, все полностью в багаж убираем, либо рецепт от врача. Тут еще такой момент, что нужно проверить, как бы, условия перевоза лекарств у вашей авиакомпании, потому что в большинстве своем они, конечно, одинаковые у всех, но может быть такое, что у вашей компании там, ну, какие-то особенные пережилания к каким-то особенным вещам, да, скажем так. То есть зайдите просто, когда вы купили билет, и посмотрите. Но все равно обязательно взять аптечку, какие-то элементарные вещи, да, там антибиотики, мало ли что, антисептики, от головы, от желудка, ну, элементарные вещи, да, лучше взять с собой, конечно. А с Альфа-банком как дела обстоят? Ирина, с Альфа-банком все хорошо, то есть, ну, ребята обналичивают, снимают, я каких-то проблем не слышала, в основном все паникуют из Альфа-банка. Светлана, поняла. Смотреть перечень разрешенных лекарств для данной страны. Да, все верно, то есть смотрите перечень для данной страны и еще уточняйте у авиакомпании, вот. Ну, в принципе, большинство лекарств можно, но никто особо не проверяет, если вы вложите в багаж. Единственное, что если что-то срочное, да, какие-то таблетки, то берите вручную кладку, плюс разрешение рецепта от врача на это лекарство. По поводу ноутбуков на Бали. Да, на Бали продаются. У меня была такая ситуация, я летом себе решила купить Mac. Вот, у меня был старый огромный компьютер, который уже почти не функционировал, я пошла в магазины. Вот, честно сказать, я сейчас точно не вспомню цифру, но цифра была гораздо больше, чем в России на Mac именно. Я прилетела в Россию, купила в России Mac, вот, и мне получилось дешевле. Ну, вообще, да, тут продается, но Бали, сразу скажу, не самая дешевая страна для покупки техники. Многие ребята летают в Куала-Лумпур, в Гонконг, в Сингапур специально, чтобы покупать технику, потому что там дешевле, вот, да, можно покупать. Но вы знаете, когда я вам прилетите на Бали, для вас там поездка в Сингапур, ну, будет очень доступна, скажем так, и недорого в большинстве случаев. Поэтому это не проблема, запросто вы можете полететь в другую страну и купить себе ноутбук. Полететь на Шопинг в Гонконг, например, что тоже очень здорово. Потому что свободы наши все, да, нам главное компьютер, и удаленка дает выход в большой мир, и почему бы не слетать в Гонконг на компьютер. Вот. Ну, на Бали цены не самые бюджетные. Да, можно взять, можно взять любую технику, есть магазины, я могу посоветовать даже какие-то магазины по вашему прилету на Бали. Вот, ну, не самые бюджетные цены. Вот, то есть можно взять в России, да, например, что касается маков, в России у меня были дешевле. А, ну и плюс момент, что, конечно, у вас требуют все на английском, да, от клавиатуры все на английском, поэтому для вас, если это принципиально, то тоже лучше взять в России. Ребят, возьмите с собой финансовую подушку безопасности, потому что первый месяц, да, несмотря на то, есть у вас удаленная работа или нет удаленной работы, вы прилетаете, да, если вы прилетите еще сразу после тренинга, ну, у вас был такой активный режим, вы хорошо подкудрились и поработали, теперь нужно хорошо отдохнуть. Бали вас очень-очень-очень расслабит. Сразу готовьтесь к этому моменту. Вам захочется сходить на вулкан, на серфинг, полежать пару дней на пляжике, съездить на соседние острова Гили, например, или вас закрутит ночная жизнь Куты, либо вы уйдете в медитацию там в каком-нибудь ашраме в Убуге. Вариантов развития событий очень много, но все они про то, что первый месяц вы будете отдыхать, поэтому сразу настраивайтесь, просто я, ну, поскольку работаю с путешественниками, самое частое ожидание, да, вот я прямо встречаю ребят в аэропавку и сразу слышу, что вот сейчас прилечу, начнется жизнь, я начну работать. Да, у некоторых это получается, но у большинства людей все-таки хочется отдохнуть в течение первого месяца пребывания на Бали. И у меня было так же, ребят, я приехала, я вообще расслабилась, я толком там ничего не зарабатывала, хотя у меня были постоянные работодатели. Ну и почему я все это говорю? То есть возьмите финансовую подушку безопасности хотя бы на один месяц. То есть если говорить про минимум, сколько нужно зарабатывать на Бали, чтобы жить, это 500-700 долларов, но про это я расскажу вам чуть позже, да, когда будем говорить про цены, и финансовую подушку из расчета, ну, хотя бы 700 или 500 долларов у вас должно быть сверху. Ну, плюс здорово, если вы летите в одну сторону без обратного билета, иметь какую-то сумму, да, неприкасаемую сумму, которая у вас будет лежать на билет в обратную сторону, потому что ситуации бывают разные, экономические ситуации тоже бывают разные, может быть, что-то семейное, да, произойдет, что вам потребуется вернуться, и, ну, бывают неприятные ситуации, что там у ребят нет вот этой подушки, а нужно срочно вывезти. Ну, и тогда, конечно, происходит там продажа компьютеров, и влазят ребята долги. Такое, к сожалению, бывает, это реальность, поэтому финансовая подушка безопасности плюс деньги на обратный билет стоит взять. Анна спрашивает, будут ли записи в бинар? Да, она и включила запись, единственное, что я ее включила не совсем сначала, а примерно с момента, когда я рассказывала про Лизу, но запись у нас происходит, запись происходит. Вот. Ну, про аппаратуру мы уже немного затронули, то есть обязательно берите с собой компьютер, какую-то гарнитуру, да, если вы, например, на обзвонах работаете. Если, ну, какая-то вот особая, да, если вы, например, видеограф, да, то, конечно же, там фотоаппараты, какие-то объективы, все в зависимости от специфики вашей работы. Возьмите с собой всего побольше, потому что все это пригодится, тем более, если вы летите на долгий срок и с билетом в один комет. Все это очень важно. Иннет глючит ужасно, Надежда. Так, это у вас глючит или у меня какие-то неполадки? Ребят, как меня вообще слышно? Давайте еще раз проверим связь. На десяточку оцените, насколько хорошо по десятибалльной системе. Ну, то есть слышно, да, Надежда, у вас какие-то, видимо, проблемы. Да, я запись делала, плюс я в конце скину вам всем небольшой бонус, ребята, там информация будет прописана, все, что я сейчас рассказываю. Вот, поэтому вы сейчас можете какие-то моменты для себя фиксировать, но, в принципе, я вам все это дам еще в письменном варианте, плюс у вас еще есть бонус, про который я расскажу попозже в конце вебинара. То есть, ну, вы не переживайте, да, если вам сейчас нужно уйти или проблемы с интернетом, всю информацию я вам предоставлю. Вы добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте, я сейчас скину ссылку. И если вдруг что-то вы не услышали, да, ну, пишите мне, будем разбираться, да, я сейчас сразу скидываю ссылку на себя в ВК. Ну, идем далее. Возьмите с собой обязательно, ребят, два телефона. Один там, ну, такой классический, да, телефон, каким вы пользуетесь, а второй вот желательно, у меня, по крайней мере, такой вот, неубиваемый кирпич, которому вообще там и вода, и море, и океан, все по колено. Для чего это нужно? У вас, как правило, идут привязки вашего банковских карт, ваших социальных сетей, веб-мани, каких-то других платежных систем, социальные сети, вот Телеграм, например, да, не сейчас все пользуются, вы его привязываете все к сим-карте. И желательно создать отдельную сим-карту, вставить ее в такой неубивательный телефон, чтобы у вас все привязано было к ней. И держать его дома в замке, под двенадцатью замками в сейфе, да, грубо говоря, чтобы, не дай бог, ничего не потерять, ничего никуда не делать. По крайней мере, я с этим телефоном редко выхожу из дома. Он у меня лежит, вот для подтверждения каких-то финансовых операций, и к нему привязано у меня большинство социальных сетей. Потому что если вы теряете симку, к которой у вас вообще все привязано, ну, это, конечно, проблемы. Это все решаемые проблемы, но, тем не менее, лучше этого избежать. И берете обычный телефон, обязательно, чтобы он поддерживал 3G, там была Google навигация, либо Яндекс карта, ну, какие-то такие штуки, чтобы вы могли просто путешествовать по острову. Потому что без, ну, навигации по острову путешествовать сложно, я вот живу второй год здесь, но есть места, в которых я до сих пор не была. И, конечно, мне нужно будет, ну, Google навигация какого-то места, чтобы доехать. И Google карта в этом плане прекрасно отрабатывает, просто садишься и едешь куда-то путешествовать. Ну, и вот в этот телефон, да, в обычный, который вы будете пользоваться, Google навигации, мы с вами купим сим-карты, я вам расскажу, какие сим-карты хороши, именно для Бали и для города Угуда в частности, потому что тут есть такие сим-карты, которые, например, только в Бинпасаре, да, в другом городе работают. Ну, это все по вашему прилету, я вам расскажу. И мы с вами все это купим, сделаем и разберем. Так, вопрос от Ольги. Водительская нужна международного образца? Да, Ольга, если у вас есть возможность, конечно, оформите международного образца водительского достирения. Потому что вот, ну, наше обычное вот это вот пластиковое большое, да, оно здесь не прокатывает, вообще не работает. А если вы показываете вот эту книжечку, и даже не важно, какая у вас там категория стоит, вы просто служащим даете эту книжечку, они, ну, с полицейским, и они вам, в принципе, все отпускают, у них никаких вопросов уже к вам не возникает и без проблем. Поэтому, ребят, если у вас есть права, быстренько бегом сейчас всем в ГАИ, собираем справки, документы и оформляем международного образца. Если у вас вообще нет никакого водительского удостоверения, не печальтесь, это вообще не беда, я вам здесь помогу оформить фальшивое водительское удостоверение, да, тут делают, это все стоит, ну, в принципе, недорого, можно это все купить и оформить. Если вы не готовы покупать незаконное, да, ненастоящее водительское удостоверение, и у вас нет своего водительского удостоверения, настоящего, скажем так, тоже не проблема, Тут большинство ребят едет вообще без прав, и мы вам тут уже по приезду устроим ликбез, как правильно общаться с ГАИ, с инспекторами дорожной полиции, как от них правильно уезжать, и как с ними вообще разговаривать, чтобы не платить штрафы или сводить к минимуму. У меня вообще это очень хорошо получается, я скоро создам, наверное, отдельный курс по общению с Индонезией. Вот, поэтому не проблема, если есть возможность, то, конечно, оформляйте международные права, если возможности нет, мы все решим, я вам все расскажу. Так, можно ли взять с собой стационарный компьютер, монитор и системник? Ну, Иван, конечно, это можно взять, но насколько вам комфортно будет с этим, ну, зависит от вас, да. Вообще, у меня были ребята, они с Украины, они работали инженерами, и у них вот, ну, большой такой экран был, монитор, им нужно было принципиально с собой, да, они его брали, они его брали в ручную колать, и все это провозили. Ну, вот по поводу системника, да, вы посмотрите, пожалуйста, тоже про авиакомпанию, как это лучше перевозить, скорее всего, наверное, ну, наверное, будет давать ручную колать, вряд ли его дадут, монитор, возможно, а вот системник, наверное, придет дать багаж. Вот, поэтому надо уточнять. Вот, но экран, я знаю, что ребята провозили, можно взять какой-то широкоформатный экран. По аптечкам мы с вами тоже уже поговорили, то есть возьмите с собой элементарные лекарства, обезболивающие, антибиотики, антисептики, ну, те лекарства, которые вам нужны, публиктивированные, потому что кухня другая, но чтобы не было каких-то проблем. Вот, что касается теплой одежды. Да, Антон прав, права тут вообще не особо нужны, ну, как бы, если они есть, то это же неплохо. Теплая одежда. Возьмите с собой обязательно джинсы, кроссовки, какую-то кофту или курточку с бандитными рукавами, потому что вечерями достаточно холодно, и сейчас вот у нас сезон дождей начался, потихоньку начинается, доходится и права, активный сезон дождей, у нас мокро. Дожди, конечно, идут не каждый день, они не затяжные, но как из ведра льет. Вот, поэтому все равно нужно иметь что-то еще тепленькое, там, шорт, топиков, юбочек и против там прочих сарафанчиков и платьев. Вот, но, друзья, также, если вы, например, пойдете на вулкан куда-то, или поедете на север острова, в Витугу, в Закрубнике, например, либо на лавину, в лавину, кататься на дельфинах, то будет холодно, будет очень холодно, поэтому берите теплые вещички. Вот, с багажом и чемоданом с собой все понятно, да, что взять, что не брать. Можем идти дальше, если никаких вопросов нет. Я думаю, наверное, самый важный вопрос, из-за которого многие здесь собрались, сцены на Бали. Начнем с жилья. Жилье очень разное, есть просто комната, да, скромная, оборудованные просто вентилятором, кроватью, шкафом, есть шикарные виллы с бассейнами, и цена очень разная. Минимум, да, я написала, на мой взгляд, это от 140 долларов, то есть от 2 миллионов. Но, опять-таки, я знаю комнаты из-за миллион рублей, то есть там тоже живут мои друзья, но там нет интернета, да, все-таки. Для нас что принципиально? Ну, минимум, да, если говорить это кровать, вентилятор, интернет, да, все. Как говорится сейчас, что дом строится там, где лег кабель от Wi-Fi. Вот, ну, такое жилье с Wi-Fi, да, идет от 140 долларов. Но, опять-таки, сразу про интернет на Бали, раз я уже заговорила, что есть хороший интернет на Бали, это вообще очень размытое понятие, да. Например, вот я сейчас живу в доме, где у меня интернет от 6 до 15 метров, да, в зависимости от погодных условий, он попадает и возрастает. Это хороший интернет на Бали, ребят, ну, считается действительно нормальным, потому что я год прожила в доме, где у меня интернет будет полтора метра. Тоже можно жить, проводить вебинары, смотреть какие-то фильмы, да, сделать работу. Но если вы работаете с видео, много закачиваете, то такой интернет, возможно, для вас будет медленный, и вам придется дополнительно тратиться на интернет, на 3G интернет, либо ездить в интернет-салоны, где скорость интернета достигает 40 метров. Поэтому сразу насчет интернета на Бали убираем свои какие-то иллюзии, да, ну, интернет такой, ну, очень хороший. Вот, жилье минимальное от 140 долларов, что такое? Это просто какая-то, ну, комната, да, неплохая комната, в принципе, за 2 миллиона. Я, например, снимаю свой дом за 4 миллиона, это примерно 18-20 тысяч рублей, в зависимости от курса. Ну, у меня дом уже такой более комфортный. За 5 миллионов, например, рупий, да, можно уже снять что-то с бассейна. То есть, в зависимости от ваших потребностей, в принципе, каждый может найти то, что ищет. Вот, жильем понятно, если есть какие-то вопросы по жилью, то сейчас можно их задать, мы более улыбимся в этот вопрос. Так, классно, что есть интернет-кафе 40 мегабит. Да, Иван, это классно, причем это стоит все очень недорого. Меньше доллара стоит вот в этом интернет-кафе посидеть, поработать в течение суток. То есть, ну, можно приезжать работать. Аренда байка идет от 40 долларов, как правило, ну, 38-40 долларов, в зависимости тоже от курса. Это минимум, за сколько можно арендовать байк на месяц. Если вы какой-то там более новый, какой-то крутой, навороченный байк хотите, то точно это будет дороже. Ну, в среднем 40 долларов можно найти нормальный байк и кататься на нем. Разовое продление визы, 50 долларов. То есть, что под этим подразумеваю? Если вы слетали вот в кодки на бал, в самом начале вебинара, помните, я об этом и говорила, оформили социальную визу, ее необходимо каждый месяц продлевать. Вы можете продлевать сами, можете продлевать через агентство. Через агентство это, конечно, удобнее, стоит это 50 долларов. То есть, ежемесячные расходы у вас будут 50 долларов. Так, вопрос. 5 миллионов рупий это сколько в рублях на семье из 4-х человек? Какие цены на жилье? Анна, семья из 4-х человек, вы, пожалуйста, уточните, какие у вас потребности? То есть, вам нужно будет несколько комнат на каждого человека, да? Либо, ну, что, какие у вас потребности? А 5 миллионов рупий это у нас, ну, примерно 300, наверное, 60 долларов. Вот. Вот у Антона интернет 1 мегабит. Да, Антон, я понимаю, я в твоем доме как раз-таки прожила год, но у меня было тогда полтора. Сейчас у вас еще похуже стала ситуация с этим. Так, 140 долларов в месяц жилье. Да, это в месяц жилье комната. Сразу уточняю, это не какой-то дворец, это от 140 долларов жилье на месяц. Анна пишет, две комнаты, да? Ну, за 5 миллионов вы можете снять две комнаты, за 4 миллиона. Ну, то есть, примерно от 300 долларов и, ну, и выше, в зависимости, там, бассейн нужен вам, не нужен, какие-то там дополнительные девайсы. Вот, то есть, ну, 5 миллионов, да, вот Антон пишет, это 25 тысяч рублей, либо 50-50-60 долларов ориентировочно. Вот. С интернетом действительно проблема не найти хороший интернет. Ирина, можно найти хороший интернет? Ну, опять-таки, что в вашем понимании хороший интернет? Вот у меня сейчас интернет, я им вообще рада и молюсь на него, потому что, ну, реально, год я прожила в условиях, где нет интернета. Если вам нужен какой-то прям вот, ну, особенный интернет, то тогда имеет смысл, возможно, найти дом с кабелем. То есть, ну, чтобы интернет был не Wi-Fi, а кабельный интернет, он, как правило, лучше. Вот в моей практике приезжали ребята, которые работали удаленно в банке Тинькофф. А у Тинькофф такие условия, что интернет должен быть обязательно кабельным. Если у оператора интернет другой Wi-Fi, то просто с ним, ну, расторгают трудовые отношения. Найти такой дом тоже можно. У меня, в принципе, есть наработанные связи, контакты, база, ну, где есть дома вот с таким проводным интернетом. То есть вы мне напишите в личку ВКонтакте, когда вы приезжаете, что вам надо, и, ну, мы с вами пообщаемся на эту тему. Сколько стоит расход на одного ребенка в месяц? Ольга, в зависимости от того, сколько вашему ребенку лет, тут приезжают мамочки, да, ну, рожать, например, естественными родами, как бы на сихате. Ну, они на ребенка, как правило, там ничего не тратят под кузненький и все. А если, ну, уже где взрослые дети, там, по 10-13 лет, ну, это как на полноценного члена семьи. То есть, ну, в принципе, да. Да, Антон пишет, что можно найти с хорошим интернетом, думаю, это очень сложно. Ну, да, можно найти, но, в принципе, возможно, в зависимости от того, для чего он вам. Если вы что-то вот тяжелое делаете, то да, можно заморочиться. Если вы, ну, с текстом, например, работаете, то вам он, может быть, не нужен. Поэтому напишите, что именно, в личку, и мы посмотрим. Три года и семь лет, да. Ну, в принципе, на питание, я думаю, ну, у вас в общей сложности будут, наверное, уходить. Ну, вот минимум 150 долларов, я думаю, будет уходить. То есть, это 2 миллиона, если в наших местных деньгах это на питание минимум уходит. Но, опять-таки, питание, смотрите, ребята, что вы готовите дома, либо вы готовите в кафешках. Вы питаетесь в кафешках каким средним чеком? Там от 10 долларов, либо от 100 долларов. Это все зависит от ваших потребностей. Минимум – это, ну, от 150 долларов. Это минимум, сколько, наверное, вы потратите на питание, да, будет от таких сумм. Одно понимание, да, что вы кушаете. То есть, вы можете написать в чат, я примерно расскажу, сколько в вашей ситуации вы будете на это тратить. Но минимум – это 150 долларов. Сразу сейчас буду рассказывать про всякие наши балийские прелести. Массаж в среднем стоит 7 долларов, да, то есть, можно несколько раз в месяц ходить на массаж, и жизнь удалась. Вот, свежевыжатый сок, ну, средняя цена, можно найти дешевле, можно найти дороже. Это 0,72 доллара, 72 цента, да, цена на свежевыжатый сок. Плюс у меня расходы на интернет я дополнительно оплачиваю, потому что я повысила скорость интернета. За газ, воду, питьевую в дом у меня в месяц уходит около 30 долларов в среднем. Я вам, ребят, сейчас еще хочу скинуть ссылку на статью, которую я писала во всех своих социальных сетях, сколько у меня вообще уходит в месяц на жизнь. Я там просто более подробно погрузилась. Здесь я писала более такие обобщенные цели, да, от минимальной планки. А вот в этой статье, которую я скинула, посмотрите внимательно, там уже сколько трачу конкретно я в течение месяца. На бензин бытовые расходы в среднем уходит 36 долларов в месяц. То есть, если вы решите арендовать машину, ну, примерно это будет 216 долларов. Ну, плюс-минус, опять-таки, в зависимости от того, какая машина. Ну, если подытожить все, что я сказала, минимум, сколько у вас уйдет на одного человека на месяц, это 500-700 долларов. Ну, это цена округленная. Это вот, ну, средняя жизнь такая. Я знаю ребят-серферов, которые живут на балангане в месяц на 300 долларов. Я знаю ребят, которые 2 тысячи долларов, живут на 2 тысячи долларов, но им этого мало. То есть, ну, вообще, если самый минимум брать, ну, вот самые-самые, там, самые элементарные потребности от 300 долларов и, там, до 7 тысяч долларов, но если про более-менее комфортную, ну, не шикарную жизнь говорить, это 500-700 долларов на месяц. Да, вот Антон пишет, что если тяжело что-то скачивается, можно ездить в специальные каворкинги. Антон, кстати, ты можешь написать, сколько у тебя на месяц жизни вообще уходит денег? Вот у меня ориентировочно 500-700 долларов на человека я трачу, кстати. Вот, Антон сейчас напишет, наверное, я думаю, в чат, сколько у него тратится на расходы. Далее, ребята, я сейчас вам буду рассказывать. Ирина пишет, вот, они нам нужны каворкинги. Да, каворкинги есть, вы можете просто приезжать там работать. Есть прям хорошие каворкинги, там, с кондиционерами, есть что-то более такое бюджетное. Ну, вы прилетайте на улице, мы там дальше вас введем в курс дела. Первое. Услуги нашего отдела, то есть у нас в стоимость тренинга, да, основного РД-2, включены определенные услуги тревел-отдела, то есть организации свободного путешествия, помощь свободного путешествия. Ну, эти все вопросы ко мне, к моему отделу, что мы вам предоставляем. Скайп-консультации по вопросам поездки на Бали. То есть вы все сейчас помимо этого вебинара имеете право получить еще одну скайп-консультацию. Возможно, у вас есть какие-то вопросы личного характера, что вы сейчас просто можете снять и написать в чат. Ребята, это нормально. Именно для этого мы с вами можем провести индивидуальную скайп-консультацию. Ее проводит моя помощница Екатерина Ихилитова. Я вам сейчас скину ее в скайп, плюс можете добавиться к ней в друзья у меня в контакте в друзьях. Вот, я скинула в чат ее контакты, можете добавиться к ней и записаться на скайп-консультацию. Скайп-консультация идет в течение часа, вы обсудите все насущные проблемы, вопросы, разберете и уже скинете данные Кате о вашем прилете, и далее работа переходит ко мне. Мы вас встречаем в аэропорту Ден-Пасаро, это аэропорт на Бали. Организовываем трансфер до Убуда, до деревни РД-2, либо до какого-то другого места, где вы решите разместиться. Вот, это тоже мы все вам организовываем по такой, ну, хорошей цене. Заселение в деревню РД-2 или в гест-хаусах, какие-то дома, где живут наши путешественники. То есть, смотрите, ребят, сразу, что такое деревня РД-2. Раньше у нас ее не было как таковой, у нас были определенные гест-хаусы, с которыми мы договаривались с хозяинами, что наши ребята тут будут жить. Недавно, два или три месяца назад, мы взяли землю в долгосрочную аренду, и там у нас идет уже строительство настоящей деревни РД-2, такой уже, да, нашей, скажем так, там нет никаких болидцев, от которых мы зависим в плане аренды комнаты для ребят. Вот, и там у нас сейчас происходит большинство мероприятий. 12 декабря у нас будет официальное открытие деревни, будем разрезать красную ленточку, и будет большой и красивый праздник, совмещенный с посвящением в путешествие. Поэтому вы можете прилетать, и мы вас разместим в деревню РД-2 по количеству свободных комнат. Если вдруг деревня РД-2 не окажет комнат, либо они, ну, вам не понравятся, у вас не устроят условия, которые в деревне, то я вам покажу несколько гестхаусов, с которыми мы работаем, либо с домами, куда я селю у наших ребят РД-2-шников, где я сама вот раньше жила, сейчас там ребята живут, либо какие-то еще гестхаусы, дома, которые я знаю. Все зависит от ваших потребностей, поэтому, ну, тут как бы у нас достаточно лично ориентированный подход, вы можете мне написать, и мы с вами уже разберемся. Что вообще такое деревня РД-2? У нас там несколько комнат, общая кухня, ванны есть, общая есть, отдельный бассейн, интернет 20 метров. Вот, это что касается услуг, а плюс мы там сейчас строим еще баню, будет баня. Стоимость 3 миллиона комнат стоит. 3 миллиона комнат, вы можете жить с соседом, вы можете жить отдельно, если вы живете с соседом, ну, то, соответственно, будет вам дешевле. Вот, 3 миллионов. Ирина пишет, интернет, как я понимаю, хороший, по-моему, каворкинг тоже есть. Ирина, в деревне интернет сейчас 20 метров, но в следующем месяце мы будем поднимать скорость интернета до 100 метров. Сейчас пока 20 метров, но по меркам Бали тоже достаточно неплохо. Не шикарно, но нормально. Вот, но в следующем месяце мы будем делать до 100 метров интернет. То есть, это у нас прямо такой самый главный бенефит, наверное, будет в деревне, да, интернет 100 метров. Но это принципиально, потому что мы все-таки деревня удаленщиков, не просто, да, там, какой-то отель, да, скажем так. Для нас интернет первостепенно. Интернет будет 100 метров. Далее, что входит в наши услуги, что вы можете получить. После того, когда мы вас встречаем, размещаем, мы проводим экскурсию по Убуду. Ну, что это экскурсия, мы не поедем на какие-то храмы, да, там, не знаю, и достопримечательности. Эта экскурсия будет, которая так или иначе поможет или упростит вашу жизнь на Бали. То есть, мы вам покажем магазины, в которые ходим сами, где какие цены, покажем рынок, обменные пункты для обмена денег, да, если вы приедете с наличкой с долларами. Кстати, про наличку и про доллары. Приезжайте только с долларами, либо евро. Ну, лучше доллары, это выгоднее. Потому что были ситуации, когда ребята приезжали с рублями, ну, это вообще, это труба. Здесь их очень, вообще, по ужасному, неприятному курсу можно поменять, и вы потеряете половину рублей точно, вы на обмене просто потеряете. Поэтому приезжайте либо доллары, либо евро. Мы поможем вам купить сим-карты, модем, если потребуется, ну, и расскажем про вкусные места. Да. Плюс, если у вас будут какие-то, ну, какие индивидуальные запросы. Например, вы спортсмены, вам важен какой-то спортзал, да, мы вам покажем спортзалы. Если вы занимаетесь йогой, покажем там йога-бары. Если вам нужна там оптика какая-то, да, мы поедем вместе с вами, купим линзы. То есть, вы когда приезжаете, говорите мне, допустим, если я с вами работаю, либо Игорь Бядрович, он обычно тоже работает с путешественниками, вы говорите, Маш, вот, мне нужно то-то, то-то, давай с тобой посмотрим. То есть, вы говорите, что вам нужны, мы уже в течение дня, то есть, у вас на эту услугу, да, на экскурсию отводится один день. По правилам, мы, конечно, все это делаем оперативно, чтобы вы уже поехали куда-то на море или отдыхали около бассейна, но вы прям думаете, что вам надо, говорите мне и будем искать. Также приятный бонус для тех, кто приезжает к нам на остров. Кто слышал вообще про игру РВ-2? Напишите, пожалуйста, в чат. Кто слышал про игру РВ-2? Поставьте плюсики в чат. Анна, ты в игре уже? Ребята, кто вообще в игре? Если вы в игре, поставьте единичку, если вы не в игре, поставьте двоечку. То есть, есть ребята, которые не в игре. Отлично. Смотрите, ребят, если вы хотите войти в игру, у нас есть для вас специальная скидка, скидка 50%. То есть, если сейчас вход стоит 8000 рублей, то вы приезжаете на байле, вы можете войти в игру за 4000 рублей. Вот, также, чтобы... Да, Анна, вы можете вступить в игру по приезду. Анна, слушайте, напишите в чат, вы уже купили билет или нет? Просто, если вы купили билет, и вы уже скинули моей помощнице, ну, вашу бронебилет, да, ваше время, рейс при лёте, то я вам могу скинуть уже сейчас ссылку, вы можете оплатить и уже сразу начать играть, да, со следующего месяца. Такое возможно сделать при условии того, что вы уже купили билет, то есть, не дожидаться вашего приезда. Это если только на Бали? Да, Вероника, скидка только для тех, кто на Бали. Ещё нет, я хочу с вами посоветоваться. Да, хорошо, можем с вами посоветоваться. Пишите мне в ВКонтакте, какие-то вопросы я решу, если эти вопросы не мои компетенции, я вас отправлю к своему помощнику Кате. Ирина, очень круто. Вообще, всех ждём на Бали, и я буду очень рада, если вы знаете, сейчас 36 человек, мы все с вами купим билеты, подготовимся к поездке и приедем к 12 декабря. У нас 12 декабря будет праздник, день рождения РТ-2, открытие деревни, как я уже говорила. А 13 декабря у нас будет очень крутой тренинг с Артёмом Мельниковым. Тренинг будет направлен на богатство, вот, и его стоимость для участников всего 50 долларов. Это специальная цена для РТ-2. Кто может быть в курсе, у Артёма вообще таких цифров нет, то есть это... Ну, мы договорились, выбили такую цену специально для наших выпускников. Классно, приезжайте. Да, на Питхе у меня продолжают петь. Я их, честно говоря, не замечаю. Вы, когда напишите в чате, только тогда акцентируете на них, потому что, ну, настолько это уже вообще не имеет значения, так как-то... И приезжая на Бали в игру, можно вступить? Да, Вероника, не приезжая на Бали в игру, можно вступить, но стоимость будет 8 тысяч рублей, а не 4 тысячи рублей рублей. И на эту скидку, она у нас пожизненно действует. Да, то есть сколько существует игра, да, мы ввели вот это условие, ну, она у нас действует, эта скидка. Также, что касается наших услуг РТ-2, у нас проходят ежемесячные мероприятия. Что это за ежемесячные мероприятия? То есть мы проводим посвящения к путешественнике, мы проводим разные образовательные мероприятия, мероприятия, направленные на увеличение дохода, мероприятия, направленные на сплочение. Ну, то есть разные мероприятия. Вот сейчас у нас ближайший, это будет день рождения, и плюс мастер-класс по танцам у нас будет проходить в ближайшее время. Вот, ребята, я запустила сейчас опрос, вы можете проголосовать, насколько вам было полезно, и насколько понравился вебинар. Вот, я вижу, запустился, ага, голосование пошли. Вот, то есть мероприятия, они очень разные. В принципе, вы можете писать свои пожелания, какого мероприятия вам не хватает, да, на острове, и будем с вами уже организовывать данные мероприятия, чтобы всем было классно, и вы могли реализовывать свои дары и таланты. Все это можно с помощью РС-2 реализовать. Мария, как получить скайп-консультацию от Револодела? Анна, пролистайте чат, я скидывала контакты на Екатерину, на мою помощницу, напишите ей в скайп, вот, и вы получите. Также, ребят, не расходите, у меня сейчас для вас бонус. Я скидываю в чат ссылку на методичку о путешествиях, то есть то, что я вам сегодня говорила, плюс, наверное, даже более подробная там есть информация. Кто-то писал в чат вопрос про список авиакомпаний, там есть все авиакомпании, есть все ссылки, пароли и явки, как говорится. Заходите в методичку, ознакомьтесь с ней, там очень много всего полезного. Так, это вами вопрос. Если участвуешь в конкурсе «Билет на Бали», этот «Билет» лучше покупать уже сейчас, заранее, чтобы было дешевле. Иван, а у вас как бы какое намерение? Зависит ли ваш приезд на Бали от победы в конкурсе или нет? Напишите в чат. Зависит ли ваш приезд на Бали от этого конкурса? Зависит, да? Ну, тогда нужно понимать, что этот конкурс, возможно, вы не выиграете, да? Ну, как бы зависит от вас. Вот, а по поводу того, заранее билеты покупать или не заранее, можно покупать заранее. Но бывают иногда акции, бывают какие-то горящие предложения, если вдруг авиакомпания не может заполнить полностью рейс. Но сейчас у нас декабрь, и, конечно, на декабрь, как правило, все в порядке, и места быстро заполняются. Но если вы ждете все-таки результатов конкурса, билет на Бали, и они для вас принципиальны, то ждите, потому что вдруг вы не выиграете. Зачем вам потом это расстройство? Вот, ребята, все знают информацию по конкурсу билет на Бали, как у нас происходит учение? И есть ли здесь на вебинаре ребята, которые уже победили в конкурсе и собираются приехать? Если есть вопросы по этому поводу, то мы можем сейчас еще об этом поговорить, пока у нас осталось немного времени. Можете написать в чат свои вопросы. Так, вопросов в чат нет, да, насколько я вижу. Хорошо, ребята, прекрасно. Я была сегодня рада с вами пообщаться. Еще раз извиняюсь за то, что у нас начало началось не вовремя, из-за технических заминок с паролями для входа. Так, Светлана, конечно, не знаем, но интересно, как. Я думаю, это вопрос по поводу конкурса билет на Бали. То есть, смотрите, вам нужно приехать в течение полутора месяцев после выигрыша, билет нужно купить в течение месяца, и деньги переводятся уже здесь, на Бали, после вручения чека, после того, как вы мне скинете свои реквизиты на выход, это примерно в течение пяти дней. Вот так вот у нас происходит выплата. Ну, в принципе, в методичке я все скинула. Вот, ребята, поэтому можете зайти в методичку и там уже посмотреть всю информацию. Так, я узнавала, если за три месяца покупать, то билеты на 300-500 долларов дешевле. Да, Иван, такое тоже есть, зависит от авиакомпании. Заранее, да, тоже есть хорошее предложение по раннему бронированию. Но я вот в Ланде летала летом, покупала, конечно, туда и обратно билеты. Ребят, кто спланирует приехать на день рождения РД-2? Напишите в чат. Есть такие? Что, совсем никого нет? Жаль, жаль. Вот, ну, если вы надумаете, пишите. Не успеваете, да, Любовь? Ну, ничего страшного, у нас, в принципе, каждый месяц какие-то интересные мероприятия, но если у вас получится приехать на день рождения, это будет вообще круто. Вот, ребят, ну что, есть какие-то еще вопросы? Или мы с вами будем заканчивать наше общение? Ольга, и вам спасибо. Очень всех была рада увидеть, пообщаться. Здорово. Очень классные у всех вопросы были, поэтому от себя дыши вам. вас благодарю. Вот. Напишите, насколько вам полезно было по 10-бальной системе, и до новых встреч. Спасибо, ребят, вам. Все. Супер, все. Не забывайте голосовать в вопросе. Вот, ну и тогда я отключаюсь. Пока. До встречи на Бали.